В пятницу представители профсоюза «Таксист» встретились за круглым столом с чиновниками. Тема обсуждения – изменения, которые необходимо внести в 69-й закон, чтобы он наконец заработал. На сегодняшний день в области выдано 2295 разрешений. Если в 2011 году и первой половине 2012 года интенсивность подачи над хозяйствующих субъектов соответствующих заявлений была достаточно невелика, то в середине года, когда договорились со всеми участвующими в проверках об алгоритме изъятия автомобилей и стали изымать эти автомобили, руководствуясь статьей 14.1 части 2 КАП РФ, и в машины стали помещаться на храняемую стоянку, количество обращений резко увеличилось. Конечно, в связи с изъятиями авто у нелегалов число желающих получить разрешение возросло, но бомбил все еще много. Главный рассадник нелегалов – это так называемые службы заказа такси. Найти на них управу – главная цель контролирующих органов. Это предприятие, частное предприятие, это акционерное общество, которое действует по уставу, которое заключает договор на предоставление услуги, информационной услуги. Обратиться, и такого закона на сегодняшний день не существует, чтобы призвать к порядку данное предприятие. И в результате данная диспетчерская служба заключает договор на перевозку багажа, с кем попало. При приеме на работу водителей инструктируют, как бомбить и не иметь проблем. Теория – это, конечно же, мыльный пузырь. Проблемы у пойманного нелегала возникнут в любом случае, а вот сама служба всегда выходит сухой из воды. Службе здесь предъявить какие-то претензии невозможно. Здесь ответственность будет в любом случае нести исключительно на водитель персональный. Что, опять же, можно получить с водителя, что можно получить с хозяйствующего субъекта, как и у лица. То есть, понятно, что это разная сумма возмещения материального, морального или иного. Еще одна немаловажная тема – планируемое введение в 2014 году квот на перевозки пассажиров. То есть, в каждом субъекте будет выдаваться определенное количество разрешений на работу такси. Ровно столько, сколько нужно региону, и не больше. Представители профсоюза выступили с предложением сдвинуть сроки хотя бы на 2015 год, с чем согласились и чиновники. Вы знаете, скорее всего, поддержу это предложение, поскольку он, когда писался на 69-й федеральный закон, наверное, исходили авторы, исходили из того, что начиная уже с 1 января 2012 года, когда он вступит в СИР, он будет работать в полной мере. И они не рассчитывали на то, что у него будут какие-то ошибки в этом законе, которые позволят работать нелегальным перевозчиком. И что рынок будет складываться, начиная с 1 января 2012 года, и сложится уже практически через полгода. Но такого не получилось, потому что действительно очень сырой закон. Еще до вступления желтого закона в силу, за таким же круглым столом Сергей Пахомов собирал представителей таксистского сообщества. Были обговорены основные положения закона, благодаря которым он должен был работать эффективней. Прошло полтора года, а ситуация на рынке перевозок существенно не поменялась. Спикер облдумы пришел к выводу, ситуации необходимо вмешательство сверху. На мой взгляд, если рынок не может отрегулировать сам по себе, что на сегодняшний день мы весьма ярко видим в рынке услуг такси, причем времени у нас год-два уже прошло, и мы об этой теме уже второй-третий год говорим. Честно говоря, я уже невольно начинаю задумываться о том, как усиливать роль государства, ну в данном случае местной исполнительной власти, в госпальне, региональной, в регулировании этого бизнеса. Хоть законы и пишутся в столице, в них должны учитываться ситуации и с небольшими городами, как наш. Так что в ходе обсуждения были выработаны основные рекомендации, которые будут направлены федеральным властям.